Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас очередная встреча из цикла «Цароскосельские встречи». Я ведущий Николай Якимчук. У меня в гостях замечательный, уникальная личность, актер, художник, писатель, поэт, народный артист России Лев Георгиевич Прогунов. Лев, добрый тебе творческий день. Да, здрасте. Но я должен сказать, что не помню, какой из философов сказал, что самые большие беды на Земле происходят от преувеличений. Ну, здесь я могу точно чем-то заниматься. Чем ты занимаешься, но если пишу стишки, то не значит, что я поэт. Это слова Бродского, кстати, о котором мы обязательно сегодня поговорим. Ну, повод, друзья мои, Лев приехал в Петербург, помимо того, что он здесь, это для него почти родной город, потому что вот в этой самой замечательной книжке, которая называется «Сергей Иванович Чудаков и другие», много-много о Петербурге, о людях Петербурга, о тех, кто и сейчас здесь живет, о поэтах, о художниках, о Михаиле Еремине, о Владимире Уфлинде и об Иосифе Бродском. Да, и Леша Левшица, и Лев Лосев, то есть для меня вообще было откровением, когда вот эта книга появилась в моих руках, я был просто потрясен, насколько Лев Прагунов, которого все мы воспринимали, ну, во всяком случае, моё поколение, вот просто было очень-очень интересно на днях случай, когда три разных человека, но родившихся в один год, это Слава Бутусов, Лёня Лейкин, Лецидия и я, мы разные люди, в разных жанрах, так сказать, работаем и существуем. Мы так дружески стояли, я говорю, вот Лев Прагунов, и мгновенно все назвали одно, один фильм, Лев, ты догадываешься какой? «Сердце Боневура». Значит, через годы эта работа осталась в сердцах, в умах и душах таких... Если бы не снялся, интересно, что бы вы назвали, если бы этого фильма не было. У каждого актера есть второй фильм, или третий, или четвертый. Для тебя, для тебя, вот тройку фильмов, может быть, вот наиболее значимых и ценных для тебя? Ну, «Трактирно-пятницкая», «Опасные друзья», «Безотцовщина», «Увольнение на берег». Хотя, честно говоря, честно говоря, я... А, еще фильм, который назывался раньше «Простые парни», но его назвали «Три дня Виктора Чернышова», а название было гениально «Простые парни». Это фильм о простых парнях, которые стоят в подъездах и в родниках московских домов, или во дворах, и задирают всех, вот нечего делать. Ну, в общем, такая вот... Я помню этот фильм. Роскошный фильм. Фильм роскошный фильм, да. Но повод, я вот продолжаю, появился Лев Георгиевич у нас в Петербурге. Это буквально вот в канун дне рождения Пушкина было вручение на Мойке 12 премий «Петрополь», уже 16-е. И Лев Георгиевич вот как раз получил премию за книгу своих хроник, да, мемуаров, хроник, как угодно можно назвать, замечательных. И за книгу, которая называется «Стихи о неизбежном». Лев, вообще все стихи о неизбежном, может быть, вот я вдруг сейчас подумаю. Вообще все стихи о неизбежном. Вообще любое слово, я считаю, это каждое слово о неизбежном. Потому что человек выдыхает слово, и с этим словом он выдыхает часть своей жизни. Поскольку я убежал, что никто никогда ничего не узнает, не знает, не знал и никогда ничего не узнает, поэтому одна из самых фантастических, просто потрясающих вещей – это размышлять о жизни, значит, и размышлять о единственном, что точно известно. Вот меня поражают, русские люди очень не любят слово «смерть», не любят говорить о смерти. «Не-не-не, только не надо, только не это, только не это, только не это». Ну, это римляне, у римляне была традиция об этом говорить, многое писать. Нет, нет, во-первых, все, нет ни одного философа, который считал, что единственное упражнение в уме – это размышление о смерти. Потому что о чем угодно можно сомневаться, есть это или нет это, тебе показалось, тебе не показалось, будет ли это. Но единственное, что сто процентов есть – это есть, это смерть. – Рождение и смерть. – Да, рождение и смерть. Или как там счастье и несчастье. Самая большая глупость, как многие говорили философы, – это искать, бегать и искать счастье, вместо того, чтобы… которого нет. Вместо того, чтобы избегать несчастья, которое есть каждую секунду. – Лев, что-нибудь ты прочтешь? Вот ты прямо, я смотрю, заложил какую-то страничку. Может быть, давай… – Нет, я прочитаю. Я пока хочу прочитать… Нет, я заложил попозже это. – Позже, хорошо. Я хочу тогда, если можно, вот поскольку мы уже назвали дорогие имена и для тебя, и для меня, и для этого города, и Бродский, и Уфлинг Террейн, вот в этой книге действительно много меня тоже это поразило, потому что я… – Еще есть Олег Григорьев. – Олег Григорьев здесь, да. Меня поразили вот какие-то твои, такие, знаешь, тонкие, близкие, иногда далекие, но постоянные отношения с Бродским на протяжении многих лет. И это меня вот… ну, я не цитирую, я просто звонил с Московского вокзала, ты приходил, да? – Да, да, да. – Он был, Левки, Левки, кофе тебе варить или что-то. – Я подружился с компанией, с Еремином Виноградовым через вот этого Сережи Чедакова, с которым мы вместе, у него в комнате прожили три месяца, и мы невероятно подружились. Я подружился сразу с Лосевым, с Лешей Лившицым, который потом стал Лосевым. Вот. И мы все ждали, я уже знал все стихи Бродского наизусть, и мы все ждали, когда его выпустят в 63-го по 65-й год, да? И мы его встречали уже, когда он приехал из Москвы. Он сначала в Москву приехал, а я в это время был в Ленинграде. И мы… довольно большая компания, мы встретили его у дома книги, а напротив был ресторан «Нева». Не знаю, есть он сейчас или нет. Мы прямо перешли… – Другое название «Невы»… – Перешли, мы перешли этот канал Грибоедова, и засели в этот… И я страшно нервничал, как ко мне будет относиться Иосиф Бродский, а мой друг… – Прости, пожалуйста, а вот ты уже в 64-м году, да? Ты уже понимал… – В 65-м году, в 65-м. – По-моему, в 64-м он вернулся, мне кажется, все-таки. Ну, это ладно, в 65-м пускай. Вот вершину по имени Иосиф Бродский ты уже понимал? – Да-да, я уже понимал. – Потому что ведь просто был он среди полетов, там Горбовский был. – Уже понимал, что он выше всех, и мощнее всех, и это все. Горбовский прелестный был. Я с ним как-то встречался, еще когда учился в институте. Ну вот, и мне Леня Виноград сказал, не волнуйся, 100% вы подружите. И получилось так, что мы не стали с ним ближайшими, потому что я был слишком необразован до его степени. Но мы вместе начали учить английский язык. Он как раз начал учить тогда язык. А у меня был легкий доступ к шикарной, во-первых, к журналам. А нет, у меня это позже, это 68-й год. Но до этого я уже учил английский язык, у меня было много. А я собирал такую большую коллекцию биографий американских гангстеров. И каждую книжку я передавал ему. И так мы очень много читали книжек вместе. Какие-то книги он мне передал, какие-то я передал. И когда он в 1972 году выпустил первую книгу переводов на английский язык, единственный человек, который он мне прислал, эту книгу прислал, он прислал мне. Ну вот, я говорю, меня еще в книге поразило, что прямо ты с московского вокзала звонил ему, он варил себе кофе, потому что вставал рано. Да, он рано вставал. Он говорил два слова. Левке, быстро к нам. Он говорил, он себя к нам. Мы ставим кофе. Или, Левке, мы вас не принимаем, потому что мы работаем. Вот он так. Лев, я прошу прощения. У нас есть видеоряд. Здесь есть несколько твоих фотографий. Вот, посмотри, пожалуйста. Сейчас они появятся. И ты, если можно, вот так немножечко... Это портрет Бродского с моей фотографией. Я его снимал на фоне большого дома. А потом привез ему вот этот портрет. И он его повезел. Это находится в Саутхедли, в его доме, где он преподавал, когда он... Вот это квартира Бродского. Не квартира, это дом в Саутхедли. Вот. А это его любимый актер, который играл всегда этих самых ковбоев. И он вот просто повесил его рядом. А портреты... Сейчас он висит у Юза Олешковского. Это вот вы на диване. Это уже, наверное, в Нью-Йорке, да? Нет, нет. Это все у него. Я там две ночи у него переночевал. И у меня на руках кот... Бродского Миссисипи. Миссисипи, да. Он меня очень любил. Он, кстати, он все сисек, этот кот. Вот это моя фотография на фоне Большого дома. Это как раз за три месяца до его отъезда, 72-й год. И он... Очень много неприятностей было из этого Большого дома. Конечно. И вот это шикарная фотография. Всего как бы прощальным таким. Это вторая, которую ты воспользовался в книжке. Да, да. Я узнал, ахнул, когда я увидел твою книжку. Да, да, да. Видишь, как все интересно. А он потом меня тоже меня снял. Потому что он был... Это матрос. Это матрос. Какой-то проходил матрос какой-то. Мы попросили его снять. И он нас снял. Это вот у вас, собственно, здесь в России последняя фотография, да? Да, да, последняя, последняя. А это его постель. Вот Сау-Федли. Он буквально спал с проигрывателем. У него там пластинки были. Слушал классическую музыку. Он ночью раза четыре ставил клавесины. Это там Ромо. О, забыл еще. Замечательный совершенно. Ну, немецкий, да? Немецкий, итальянский. Нет. Европейский вообще, итальянский. Потом забыл. Ну, не важно. У меня память плохая, наверное, на фамилии. Вот. Ну, вот по поводу... Такое коротенькое стихо. Ты сказал, что тебе понравились коротенькие стихи, да? Ночами кто-то мною дышит, а днем я сам кому-то снюсь. Душа не видит и не слышит, в какую бездну я несусь. Какие пробегают тени в бессонной ночи надо мной. Какие мне пройти ступени? Еще предписано судьбой. Ну, вот, ты знаешь, абсолютно петербургская ленинградская стихотворение. Вот, как бы, школа охватывая. Ну, для меня вот так и ясно. Тут мой рисуночек, рисуночек, моя собачка. То ли я ей снюсь, то ли она мне снится, непонятно что. Да, такая фраза, кстати, это связано с тем, что ты очень увлекаешься и увлекался китайской, вообще, восточной философией. Или вот, пожалуйста, рисуночек у меня. Это Лувр, это река Сена, это Понт Рояль. Никто не видит, мы с тобой не увидим. Ну, не важно, не важно. Вот. Это и стишок я прочитаю. Да, конечно. Домик спит над речкой Волгой, где-то лает сонный пес. Ветерок прохладный, волглый, шевелит концы волос. Вот пришел конец и лету, месяц бледен и рогат. Покажу ему монету, может, лягу в гроб богат. Да, ну, такое ироническо-драматическое, я бы сказал. Да, да. Вот то, что, кстати, свойственно вообще твоей поэзии. И есть такая, я бы сказал, ирония, сарказм на грани. Ну, во-первых, Володя Уфленд. Во-вторых, Володя Уфленд. Во-вторых, сам Бродский. В-третьих, Леня Виноградов. И в-четвертых, Олег Григорьев. Это самый шикарный, уникальный поэт. Вылепили поэта Льва Прыгунова. Да. Как вчера где-то вот, значит, было вручение. Я уже смотрю в СМИ. Пишут не народный артист России Лев Прыгунов. А пишут поэт Лев Прыгунов. Еще рано, рано, рано. Я говорю про то, что пишут СМИ. Вот единственное стихотворение, которое я хотел прочитать по поводу нынешних дел, по поводу вообще то, что происходит в России во все века. Это моя старая-старая идея. Потому что в России существует два, как бы, три, даже три канала людей, которые все время перевоплощаются. Я абсолютно на сто процентов верю в идею реинкарнации. То есть другой для меня идеи не существует. И в России всегда, в России делится на три категории людей. Жертвы, палачи, и третья категория, палачи, которые стали жертвами, или жертвы, которые стали палачами. Серьезная классификация. Это серьезная, абсолютно. Серьезная классификация. Причем на протяжении нескольких веков все время происходит вот этот переход. Но, и вот именно этому, вот эта история показывает, каким образом произошел такой непонятный, незаметный перескок, переход бескровный, совершенно спокойный в девяносто первом, девяносто третих годах. Палачи устают и стареют, воруют, жиреют, тупеют, забывают свое ремесло. И грозят им и задат Зержинский, Сталин, Берия и Вышинский, вдохновляя на новое зло. Но вожди во главе с Джугашвили не ведали, что творили. На Руси был негласный закон. Палачей всегда было больше, чем жертв. Декабристы, Польша, шесть висят, каждый сотый казнен. Разорили чекисты, как грядки, вековые России порядки. Тысячелетний порушен баланс. Бей своих, чтоб чужие боялись. И уж так они перестарались, как не ведал ни Фриц и ни Ганс. Пролетело полвека, и поросль всех распятых, расстрелянных порознь собирается в общий кулак. И на чудо белому свету коммунистическую телегу скинул в адскую пропасть Гулаг. Вот и все. И пойдет так поныне. То победа будет за ними, перерожденцами прошлых жертв, то опять заиграют плечами палачи с тупыми мечами. Их все меньше, и вождь их мертв. Вождь гниет, изгнила их идея. И никак не найти им злодея, кто бы снова свернул всех в рог. ВЧК, КГБ перебрали. Кончен бал, палачи проиграли. Но пойдет ли им впрок урок? Серьезная публицистика. Такая немножко... Мне, я потом, если можно, и прочту то, что мне нравится. Ладно, чуть-чуть. Попозже. Лев, у нас есть еще замечательный архив такой. Я здесь вот то, что так нашел. Это и твои фильмы, и просто фотографии какие-то. Давай посмотрим, а ты, собственно, комментировать. Я буду комментировать. Если можно, покажите, пожалуйста. Это фильм, где я играл главную роль Крючков. Как бы моего... Ну, и вот две роли. Я и Крючков. Но, к сожалению, режиссер хотел снять шедевр. Был прекрасный сценарий... Вадим... Господи. Который интердевочку написал. Я понял, Кунин. Кунин, да. Вадим Кунин. И когда мы с ним встретились после фильма, он заплакал. Сценарий был гениальный. Ну, это удел всех сценаристов. Ну, нет, нет. Как правило. Нет, нет, нет. Бывает, думаю, это адекватное... Сценарий был потрясающий. Но режиссер все время, он еще и писатель. Поэтому он всякую сцену, каждую сцену переписывал. А потом я говорю, как вы будете монтировать? Ой, он говорит, Лев, пожалуйста, занимайтесь вашей... Мы бы ему смонтировали внутри, но не получилось. Ну, не важно. Это какой-то фильм, я помню. Звонок. Выстрел в спину, я его называл «вытер спину». Вот такой вот. Я вообще должен признаться, что я советское кино не люблю. Звонок посмотрим. Да, 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 пожалуйста. Если нам кто-то звонит. Это простая фотография. У меня было всего три или четыре фотографии, которые продавались. Да. Это была, вот знаешь, такая, я помню... Это «Безотцовщина». Это был неплохой фильм, народный такой. А, посмотрел его 79 миллионов. За первый год. Это довольно прилично. Потрясающе. Это как индийское кино. Это фильм «Иду на грозу». Там, видите, замечательный... Гранина нашего выступительского. Да, это потрясающий актер. О, господи. Актер это ты? Нет, справа, справа, справа. А, да, да. Лебедев. Евгений Лебедев. Великий, да. Великий актер Лебедев. Евгений Лебедев. Да, да. Хороший там был. Это справа, я не помню, какой фильм. Вообще не помню. Даже не видел этот фильм. Не видел? Ну, так бывает, да? Вот когда снимаешься, а потом вдруг этот фильм куда-то исчезает, да? Это фильм, по-моему... Петр Рябинкин. Я его стеснялся. Но его снимал фильм, режиссер, который прошел всю войну. И он прошел старшиной всю войну. Он прекрасно знал окопы, все. И мы с ним... Это был абсолютно приближенный к фильму. И недавно я его посмотрел, лет 10 назад. Я просто был потрясен. Насколько это роскошно. Он немножко длинноват, но он фантастически точный. Вот эта война была потрясающая снята. Это у тебя такой, смотри, буддийский был образ. Сейчас прям в минуту ты сидишь. Это просто какие-то там фотографии, да. Разных времен, да? Это у меня мастерской. Я за какой-то картинкой. А у тебя мастерская прямо дома или у тебя где-то отдельно? Это сердце Баниура. У меня мастерская в отрадном. Фильм, кстати, тоже, который смотрели, наверное, миллионы и миллионы людей, да? Да уж, да уж, да. Это «Освобождение» играл роль французского летчика. «Нормандия-неман». «Нормандия-неман», да. Это я пью сейчас воду с тобой, сижу. Да, 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 это мы видим. Лев, ну вот смотри, скажи, пожалуйста, вот на самом деле же это была фантастическая жизнь твоя в кино, но параллельная жизнь – это жизнь, глубокое погружение в искусство. Это и поэзия современников, и Москва, и Питер лучшие, так сказать, люди. У нас была совершенно фантастическая компания. Вот как ты совмещал эти актеры, вот извини, но даже кто-то говорил, что актер должен быть таким глуповатым. Ну и вот мой опыт общения с актерами, ты уж извини, как правило, это люди, к сожалению, не очень… Это неправда, это неправда, к сожалению. Кроме Казакова, Юрского и вот тебя, пожалуйста. Это неправда, неправда, это полная ложь. Я должен сказать, что режиссеры, к сожалению, намного глупее актеров. Может быть, может быть. К сожалению, может быть. К сожалению, если бы они были умнее, они бы меня снимали. Ну это, ну, а сколько, кстати, у тебя фильмов? У меня фильмов немного, ну, около 90, наверное, но ролей 126 у меня, 130 примерно сейчас вот вместе. Ну, я повторяю, что… Но зато я благодарен всем режиссерам, которые меня не снимали, потому что благодаря им я имел возможность заниматься живописью, я имел возможность заниматься литературой. И даже вот совсем… Я стихи начал, то есть первые стихи я написал в 67-м году, и когда поговорил с Бродским, он смеялся, говорит, ну, ты понимаешь, что поэзия там совсем другая история. Вот. И я больше не писал, а потом я стал писать в 907-м году. То есть в 2007-м году я написал… Да, практически вот 7 лет я пишу только стихи. А что? Не знаю. Но то, что какие-то мне нравятся, я не хочу об этом говорить. А скажи, пожалуйста, а вот стихи, как ты пишешь? Знаешь, некоторые вот рассказывают, вот Городницкий, он говорит, я в дороге, вот я еду, какие-то строчки сочинения, кто-то за столом. Какая у тебя технология, если это можно назвать технологией вообще? Ты знаешь, во-первых, я не хочу об этом говорить, во-вторых, во-вторых, никто не знает, что это такое. На самом деле, я со многими говорил, а с третьей стороны, это, как ни странно, большой труд. Это Ахматова говорил об этом, и многие, и Бродский говорил. У него, он… Ну, у тебя бывает так, что ты написал некое, отложил, через три года нашел, через пять лет, смотришь, как вы человек. Нет, у меня такого, у меня, во-первых, всего-то было, всего-то было 7 лет или 6 лет. Нет, дело в том, что, когда появляется какая-то мысль яркая, да, или что-то, или идея, она потом начинается, а потом начинается уже эквилибристика такая, оттуда, туда, сюда, туда. Можно я прочту вот сейчас тебе три слова, это твои стихи, которые мне очень нравятся, и вот такая вот какая-то классика здесь, и свежесть, и глубина, все, на мой взгляд, есть. Три слова. Шалфей, брусника, липа, мята, как в ботаническом саду. Трава порезана, помята, еще в каком-то там году, и все стоит на дряхлой полке, вот-вот, готовая упасть, а в мыслях будто три иголки. Три слова. Глупость, старость, страсть. Вот, по-моему, замечательные стихи, вот я еще хочу показать, поскольку формат, видите, у нас небольшой, мы завершаем нашу программу, и тем не менее, вот книга стихи о неизбежном, вот если люди где-то захотят, может, ее найти, познакомиться, как, Лев, есть какие-то возможности? Еще пока нет никаких... Вот она только стихография, да? Практически. Еще последнее стихотворение, которое я хочу прочитать. О живописи. Палитра осени скромна, мышиная, сорочья, лисья, когда ты смотришь утром на кристаллы иния на листьях. Так, связь свои стихи по... Сверкает голландской живописи нить, сверкает в переливах тона, и сразу хочется купить тистей, холста или картона, белил слегка на облака, две охры, кобальт, кадмий красный, и ты остался на века этюдом осени прекрасной. Вот этот этюд осени у меня в музее Бурылина в Иванове писает. Давай покажем, да. Вот такая вот... Хорошая картина. Да, я хочу сказать, что здесь вот и живопись Льва Прагунова, и графика, и стихи. И рисунки, да, все. И, в общем, это, мне кажется, драгоценно, когда вообще художник в разных опостазиях, в разных жанрах меня всегда вот это чрезвычайно привлекало. Но, с другой стороны, Лев, наверное, очень сложно, вот, скажем, Марина, ты едешь там на съемки куда-то, что-то. Все-таки одержать себе нужны какие-то художественные, вот там, не знаю, стихи бродят, или живопись. Как вот это все-таки соединяется, совмещается? Да, Господи, по-моему, ничего простого, ничего сложного. Как вы можете играть две роли одновременно? Господи, да как? Пришел, играешь, это произошло, играешь, то никаких проблем нет. Вот, если ты свободен, если ты не закреплен, не заторможен, то все, знаете, вот какая цена вот этой внутренней свободы? Как бы ты мог сказать, какая цена у художника за его свободу? Вот, знаете, это самые несчастные люди, на мой взгляд, это молодые люди. Вот это самое тяжелое время в жизни, я убежден. И если человек справится в молодости с самим собой, не станет, то есть надо над собой работать, просто над собой работать. Я все, Бродский работал над собой. Меня вот поразило, что ты, когда буквально тебе было, не знаю, там, 23-25, ты забегал, сидел в библиотеках, читал, читал книги. Вот это меня, опять же, поражает, потому что, ну, это путь такой самосовершенствования. Я читал, я выучил английский язык примерно за год, только для того, чтобы читать то, что невозможно было читать по-русски. На русском языке ничего, мы цветаем вот в 20-м, в этом, как мы читаем. А сейчас ты много читаешь вообще, вот как у тебя, или сейчас, так сказать, как? По-английски я читаю все, что. Нет, вообще по-русски, по-английски. Я читаю историю и философию в основном. Мемуары, может быть. А? Мемуары. Мемуары, да, да, по-русски мемуары, по-русски. А на английском я читаю, мой любимый художник, мой любимый писатель, это Пиджи Вудхаус, это гениальный писатель, очень смешной. Я читаю с удовольствием. И потом я еще учу китайский язык сейчас с громадным удовольствием. Я хочу еще добавить, что, ты у нас сейчас, видишь, эфир завершается, что ты действительно какое-то время, это отдельная, может быть, какая-нибудь передача, про Америку рассказать, про Англию, где у тебя были выставки твоих картин, и живопись твоя, я знаю, была чрезвычайно там успешно. Нет, просто она успешно покупалась, и я прожил полтора года в Англии только на живопись. Это стоит того, да. Друзья мои, сегодня у нас был в гостях народный артист России, лауреат премии Петрополь, художник, поэт, философ Лев Георгиевич Прогунов. Философ.